Есть в царстве твоё муж, в котором дух святого Бога. В одни отца твоего найдены были в нём свет, разум и мудрость. Подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой царь. Потому что в нём Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказался высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сни, толкувать загадочные и разрешать узлы. И так пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. Выйшла кисть руки, на сцене было написано «Мене, мене, текал у парсин». И царица предложила позвать Даниила. Даниила, в котором дух великого Бога. Даниила, который, когда юношу был приведён в Вавилон, было изменено его имя. Имя Даниила, в котором есть напоминание о Боге Израиле, которое переводится «Бог-судья», «Елохим-судья», было переименовано в имя, которого было значение «Бел хранит его жизнь», напоминание о Боге Вавилона. Но Даниил пронёс напоминание о Боге Израиле через свою жизнь. Даниил сохранил своё имя. Как имя твоё? Дорогой друг, кто ты? И мир предлагает своё понимание, свою идентификацию. Тебя кто-то есть. Но есть то, что о тебе говорит Священное Писание. Есть то, что о тебе, о мне, о нас говорит Священное Писание. Кто из ты? Каково имя твоё? Христианин? Человек, просто рождённый на земле, который, как все остальные люди. Кто ты? Кто мы? Перед нами на сегодняшний день стоит этот вопрос. И время, которое пришло, обстоятельства, которые нас окружают, они требуют от нас. Они подталкивают нас к тому, чтобы был чётко данный ответ на этот вопрос. Сегодня у нас продолжается церковный пост, который начат 4 апреля. И по окончании той недели пост не будет окончен. Он будет продолжаться до 3 мая. Мы приглашаем присоединяться. Вместе с народом Божим к молитве и к пусту также продолжается цепочная молитва, которая каждый день проходит с 5 часов утра и до часу ночи. В любое время, когда ты присоединяешься, молятся люди, братья и сестры, верующие люди стоят в проломе, совершают молитву. Молитва идёт непрерывно. Целый день выставлены нужды, о которых мы молимся, о стране, о нуждах друг друга. И мы молимся о том, чтобы Дух Божий действовал через нас. Эта молитва будет продолжаться до воскресенья. До часу ночи, субботы на воскресенье. Мы приглашаем всех присоединяться. Мы приглашаем присоединяться к тому, чтобы искать лица Господнего. Чтобы приходило утверждение наших сердец, утверждение молодёжи, детей наших на путях Господних. Чтобы приходило чёткое понимание на ответ «Кто я?» и «Как имя моё?» Да будет имя Господне благословенно. И да будет прославлен Господь в наших жизнях, в домах, в семьях и служении нашим. Аминь.